Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюс и прямо сейчас о самых интересных новостях Казанского Федерального расскажу я, Настасья Иванова. Сегодня ты увидишь. Привлечет ли Татарстан еще больше туристов? Турецкий поход в Сирии. Что нас ждет? 24 января в КФУ отметит День российского студенчества «Татьянин день». Уже не первый год Казань является одним из популярных городов для туристических поездок. С чем связан этот успех, расскажет Адель Шамилова. Казанского Федерального Сладиспикер подвел итоги прошедшего года Государственного комитета республики. Развитие туризма сегодня осуществляется в соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. В 2017 году развитие нашей отрасли реализовывалось в рамках государственной программы развития сферы туризма и гостеприимства в Татарстане на 2014-2020 годы. Обсуждая дальнейшие планы развития, нельзя не упомянуть о подготовке специалистов для сферы туризма. Особенно большая работа над этим идет на базе высшей школы государственного и муниципального управления Казанского Федерального. Здесь проводится программа повышения квалификации для специалистов, занимающихся развитием туризма в муниципальных образованиях Республики Татарстан. Обучение по программе прошли 30 специалистов из 20 муниципальных образований. В 2018 году запланировано продолжение этой образовательной программы. В 2017 году Госкомитетом совместно с Институтом международных отношений, истории, вестоковедии и КФУ организованы курсы подготовки гидов-переводчиков по пяти языковым направлениям – фарси, китайский, немецкий, французский и арабский языки. Общее количество обучившихся составило 50 человек. Всего за последние три года по этой программе подготовлено 150 специалистов на иностранных языках. Стоит принять к сведению, что мероприятия программы «Коллегии», запланированные на 2017 год, выполнены в полном объеме. Так что Татарстан по-прежнему входит в число лидеров среди регионов РФ в сфере туризма. Показывает устойчивую и положительную динамику по основным показателям развития отрасли. Аделья Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Турция начала новое вторжение на территорию Сирии и опять без формального разрешения Дамаска. Цель Анкары – разгромить курдов и обезопасить свои границы. Что толкнуло Турцию на нападение, грозящее сорвать мирный процесс в раздираемом войной государстве, ты узнаешь в следующем сюжете. Курдские отряды народной самообороны выпустили из района Африн на севере Сирии ракеты по турецким городам Келес и Ренхалы. В результате последнего обстрела погиб как минимум один человек, несколько десятков получили ранения. Таким образом, сирийские курды ответили на начало турецкой операции «Оливковая вещь». В настоящее время курды представляют реальную угрозу для национальной безопасности Турции и несут в себе одновременно также и террористическую угрозу. И в связи с этим они решили нанести по позициям террористских курдов этот самый удар, который мы с вами знаем. Фактически сейчас ведутся активные сухопутные действия на суше. То есть это широкомасштабная военная операция. Подтолкнуть Турцию к решению наступления на позиции курдского ополчения в районах городов Африн и Манбидж могло недавно извести о том, что курды вольются в новые приграничные силы безопасности на востоке Сирии, создаваемые США, заявленные целью предотвращения возрождения остатков исламского государства. Неясно также, остаются ли в районе города Манбидж американские военные, где они были размещены в прошлом году. Видео, что сирийские курды получали вооружение от американской стороны. И таким образом мы имеем такую картину, что американцы чужими руками, опять же, да, не своими руками, но чужими руками, пытаются вернуть ситуацию в Сирию в свою пользу, привести, так сказать, в стране те силы, которые будут им удобны, займут проамериканскую линию. Российские власти, наблюдая за действиями турецкой армии в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии. Уже по проверенным данным Российское министерство обороны, действительно, на территории, которую контролируют сирийские курды, происходит, скажем так, размещение определенных террористических группировок, которые противостоят режиму правительству Асада. В понедельник состоялось заседание Совбеза ООН, на котором обсудили вопрос, связанный с операцией Оливковой Вет. По мнению постпреда Франции при ООН, ситуация в сирийском Африне является лишь частью уравнения. Он призвал турецкие власти к сдержанности, а также отметил, что прошедшее заседание является важным шагом в преддверии переговоров о сирийском урегулировании, которое пройдут в Вене 25-26 января. Диана Шилова, Универньюс. Ежегодная декада за здоровый образ жизни 2018 зимние каникулы продолжается. На этот раз ее участники сыграли в шахматы. Каковы успехи? Смотри в сюжете нашего корреспондента. 23 января в культурно-спортивном комплексе Уник состоялось истязание по шахматам. В одной из самых популярных логических игр приняли участие команды самых различных институтов и подразделений. Практически пять лет мы занимали первые места. В том году мы были четвертыми. А вот в этом году немножечко начали улучшать показатели. Быстрые шахматы или жиропит зарядили участников неистовыми эмоциями, которые они в полной мере пытались удержать себе. Ведь какой бы ожесточенной и захватывающей ни была игра, поражение всегда обидно. Первую игру, к сожалению, проиграл, потому что была первая доска, самая тяжелая доска. Но посмотрим, что дальше. В этом году победу одержала команда Института вычислительной математики и механики имени Лобачевского. С соперником его упал флаг. У меня было еще довольно много времени, но выкрикнули с зрителей, так скажем, что флаг у соперника упал. Ну и приняли решение в итоге договориться о ничьей, но это ничья вывела мехмат на первое место. Уже 29 января в бильярдном клубе «Притяжение» стартует соревнование по бильярду. Диана Шилова, Владислав Сергеев, Универньюз. 24 и 25 января Казань ждет празднование Дня студента. 24 января в Казанском федеральном университете состоится праздничное мероприятие для студентов УЗА. Помимо этого праздник отметят и на уровне города. Подробности в сюжете Артема Тупичкина. 24 января Казанский федеральный университет отметит Всероссийский день студента «Татьянин день». Праздник отмечается в КФУ каждый год. В рамках события пройдут торжественные студенческие мероприятия. В культурно-спортивном комплексе КФУ Уник состоится праздничный концерт. Каждый год праздник проходит в разных тематиках. В этом году он пройдет в тематике Японии. Однако гостей, как всегда, ждет представление народов мира. Это показывает, как национально разнообразен состав студентов Казанского федерального университета. С 24 по 25 января состоится Всероссийский образовательный форум студенческих клубов «Вместе вперед». Он стартует в деревне Универсиады. Студентов ждет образовательная программа «Россия – страна возможностей». Она направлена на личностное развитие, разработку плана мероприятий для повышения эффективности и развития студенческих объединений и клубов. Цель форума – приобщить студенчество всей России к различным творческим инициативам, к мероприятиям, к образовательным площадкам. 24 числа, соответственно, площадкой проведения станет Поволжская государственная академия физкультуры и спорта и туризма и академия тенниса. Образовательная программа предлагает шесть направлений – спорт, творчество, патриотизм и межнациональные отношения, наука и интеллект, информационные технологии и киберспорт, медиа и средства массовой коммуникации. Образовательная программа каждого направления состоит из двух блоков – тренд-сессия с модераторами образовательной программы и диалог на равных с экспертами каждого тематического направления. Такой форум действительно поможет студентам, поможет активным студентам. Почему? Потому что на протяжении целого дня они будут проходить различные мастер-классы, тренинги и так далее, и в том числе будут соревноваться в том, кто из них лучший. И лучшие из лучших смогут получить направление на гранты. 25 января в Татнефть-Арене состоится праздничный концерт. В мероприятии примут участие представители 38 регионов России. Из 5000 участников более 800 будут из Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. На этом все. Подписывайся на наши социальные сети и будь всегда в курсе самых свежих новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова